Всех приветствую дамы и господа Сегодня вы на моем канале И сегодня будем оживлять сабвуфер Урал Циклон Урал Циклон Так, проблема данного сабвуфера Во-первых, что он Урал Это первая проблема Саб, кстати, неплохой, ничего не могу плохого сказать Металлическая Толстая корзина штампованная Очень большой магнит Для такого саба Для ценовой категории в 10 тысяч В данный момент не знаю, сколько они стоят, но Стоили они 10 тысяч, по-моему Была такая цена Высокий подвес, неплохой Большой плюс Келуаровый колпак Для разборки хороший плюс Ну и в принципе все Трехдюймовая катушка на данном сабвуфере Проблема, которая с ним случилась Это сгорели подводящие Вот здесь на данном видео Очень хорошо видно Причина Здесь отгорела подводящая Вот я ее отгибаю рукой Там нет контакта Такая вещь с обоих сторон С другой не менее заметна Ну будем делать подводящие с обоих сторон Так, давайте перейдем к разбору динамика Полностью разбирать динамик при способе Который я вам покажу не нужно Так что это справится практически каждый Вот здесь мы намечаем положение колпака Чтобы при обратной сборке Более хорошо он был Более качественно лежал колпак на своем месте И не было особых следов разборки Так, разогрели клей колпака И потихоньку начинаем канцелярским ножом Срезать клей Подрезать клей, чтобы нам отделить колпак Делаем очень аккуратно, чтобы не повредить диффузор То, что немножко отклеится бумага Ничего страшного Главное стараться максимально аккуратно это делать Чем аккуратнее это сделать А сделайте, тем менее будет заметно То, что вы разбирали сабвуфер Прогреваем и прорезаем Потихонечку по диффузору вставляем нож Нам нужно прорезать только клей Вот именно здесь хорошо видно Вот отделяю колпак С пластиковым колпаком будьте аккуратнее Его небольшой перегрев приводит к деформации Так как здесь кевларовый колпак Здесь проще разобрать Далее заклеиваем Обязательно заклеиваем центральное отверстие Чтобы туда не попал мусор Потому что если попадет мусор в зазор Может испортить катушку И в принципе испортить саб Поэтому мы Заклеить центральное отверстие можно чем угодно Но самое оптимальное я считаю Это бумажный скотч Так, далее я зачищаю Концы вывода подводящих Чтобы припаяться к ним новыми подводящими Это идут Вот здесь я прозваниваю Здесь была цель Добраться до контакта Зачистить его хорошо Чтобы к нему можно было припаяться Далее удаляю старые подводящие Здесь нету клемм У кого клеммы Можно просто Отпаять провод от клемм И припаять к ним новые Здесь, так как провода Здесь выведены напрямую Поэтому пришлось полностью отрезать провода И уже припаиваться К проводам к другим Отрезаем старые подводящие Старые Также можно удалить Можно оставить По желанию Вот новые подводящие Диаметр 2,4 Все ссылки будут в описании Где можно заказать Вдруг если в вашем городе чего-то нету Я постараюсь максимально Все оставить в описании Заказать можно с Алиэкспресса Их Можно заказать в любом другом магазине На Алиэкспрессе нам будет доставка бесплатна Здесь на один сабвуфер На два сабвуфера ушло практически 2 метра Осталось Ну полтора метра можно сказать Ушло на два сабвуфера Отверстие делаем круглое Чем-нибудь небольшой отверткой Или что-то типа гвоздя Чтобы по диаметру подводящего было отверстие И вставляем туда подводящий Заводим Ну вот сейчас я не помню Что я именно паял сначала Сначала паял К выводу Из сабвуфера Обматывал медной проволокой Чтоб хорошо держалась А потом все это пропаивал Особо много Можно не мотать Здесь я прям переборщил На остальных я так много не мотал Это буквально для того Чтоб хорошо держалась Чтоб можно было хорошо пропаять Подводящую вместе с выводом У кого клеммы Это В данном случае Просто припаиваем клемме Клеммы снимать не нужно Здесь нету клемм Здесь идет Выводы на проводах Можете сделать сразу на провода Выводы И зафиксировать их Хомутами пластиковыми Если не уверены в себе То не надо паять над сабвуфером Так как вы можете что-то прожечь В данном случае я ничего не прожег Но так делать тоже не стоит Я считаю не стоит Вот пропаиваем наш контакт И по всей длине я дальше Надену термоусадку По всей длине подводящих На случай того Что вдруг Вдруг Мне это делать не обязательно Так как они будут Лево-право разведены Но на всякий случай Я одену длинную термоусадку Так вот здесь я показываю Что пропаяно все Вот я делал с другой стороны Здесь меньше медной проволоки Просто вставил подводящую Сверху прижал медной проволокой И все это запаял Откусил термоусадку по длине И по всей длине Отдел термоусадку Получается две термоусадки По моему если не ошибаюсь Одну я делал на край А вторую я делал по всей длине Которая подводящая торчит Да, да, так и было Здесь я закрываю только контакт Где спаивал Подводящую С выводом провода Также еще по всей длине Отдел термоусадку Вот я завожу С другой стороны Кстати уже одета термоусадка Скорее всего Не знаю здесь не видно Позже покажу Не покажу Я просто уже не помню Все пылесосим То что олова накапала То что я очищал контакты Чтобы припаяться Здесь я уже контакты припаял Все, все убираем Пропылесосим Вот у нас видно Что припаяны контакты К выводам катушки Новые подводящие Так сказать Видно какие отверстия сделаны Примерно По диаметру Подводящих Так и вот я Она криватом Сейчас буду заклеивать Все это Супер клей С ускорителем Также заставлю Ссылку в описании И он моментально застывает И таким способом Мы закрываем Те отверстия Которые сделали Кстати отвертку Для того чтобы проделать Дойти до контактов Катушки Лучше взять более Плоскую Широкую И делать все это Аккуратно Нагревать И Отделять клей Потому что можете Что-то повредить Можете опять же Проткнуть Не знаю Видели не видели Видео где протыкают Шуруповертом Чтоб такого не произошло Все делаем аккуратно Ну и полностью Все контакты Заливаем клеем Чтоб у нас Получилась Одна монолитная Конструкция Так это уже С другой стороны Здесь более Ускоренно сделал Клей особо Не жалеем Рублей 400 Стоит тюбик Или 500 Ну правда Вот видно Что он таким Белым цветом Так вот здесь Я показываю Да вот что Полностью вся Термо Термоусадки Катушка звонится Обязательно проверяем Перед тем Как приклеить колпак Чтобы потом Его опять Не отклеивать Проверяем Чтоб они Звонились Между собой И проверяем Чтоб они Не звонились Между другой Катушкой Чтоб не было Замыкания С другой Катушкой Если все хорошо То можно Приступать К приклейке Колпака Делаем Делаем Такой Рычажок Подставляем Примерно По меткам И можно Если клей Остался Старый Ну более Много Его осталось Можно Прямо По старому Клею Приклеить Нагреваем И тот же клей Который уже был Его приклеиваем Либо воспользоваться Моментом Намазать Диффузор Намазать Колпак И Потом Приклеить Вот так вот Выглядит После разборки Следы есть Но минимальные Если у вас Пластиковый колпак Купите второй Также Останется Ссылка В описании Чтобы В случае Если колпак Испортите Более Большим диаметром Перекройте Вообще Следы И вообще Не будет Видно Следов И вот так У нас Получается Подводящие Теперь Не вшитые Самый простой Вариант Чтобы Сделать Сабвуфер Самому Ну Либо Воспользуйтесь Профессиональным Ну так Ну что ж Посмотрим Что у нас В итоге Получилось Результат У нас Вот такой Вот Так Сейчас Подсвечу Так Вот такой Вот у нас Результат Теперь У нас Подводящие Эти места У нас Ну в принципе Как и родные Закреплены Здесь жестко Ход у сабов В принципе Ну вот что-то он Какой-то тугой Походу Подводящие Сгорели Еще до того Как он размялся Так С обратной Стороны Так Где фонарик С обратной Стороны У нас В принципе То же самое Теперь Подводящие Не вшитые А Как они Подвесные Сказать или как Так Здесь все То же самое Все жестко Так По колпаку Ну есть Небольшой Дефект Скрытия Этого Сложно Избежать Так Ну и все В принципе Вот такие дела Такие сабы Я уже делал Таким способом Установки Подводящих В принципе Все это работает Стучать Не должно Хотя Может подстукивать Но не критично На крайняк Можно В принципе Их будет Вскрыть Вскрыть Колпак И немножко Укоротить На всякий случай Ну если будут стучать Ну по идее Не должны Ну ладно Как-то так Всем большое Спасибо за внимание Если кому-то Видео помогло Ставьте лайк Обязательно А на всем удачи Всем пока